Если риэлтор не отпускает вас домой, начинает агрессивно вам что-то продавать и пытаться, ну, впихнуть, вам нужно бежать от этого риэлтора, потому что... Я уже по опыту знаю, человек, если принимает решение в таком состоянии, на следующий день он может сказать «Воу!». Ну что, ну что, давайте это, типа, соглашайтесь там, варианты нормальные там. Дорогие друзья, всем привет! Почти две недели я не снимал никакое видео. Во-первых, много работ, во-вторых, мне жарко, в-третьих, что-то, не знаю, какая-то печаль небольшая на меня нашла. Ну, уже все в прошлом. Сегодня хочу вам снять отзыв конкретно вот этого человека, который самый дальний от меня, его зовут Радмир. Поздоровайтесь, кстати, ребята. А, всем привет, всем привет! Ребята приехали из Уфы и уже купили квартиру. Сегодня будут рассказывать, как все было, там на самом деле есть что рассказать. Думаю, история будет довольно-таки познавательная. Так что, друзья, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И поехали! Итак, друзья, мы уже находимся на море, выбрали вот кафе. Часто, кстати, здесь бываем, здесь вот караоке. Если кто не подписан в инстаграм, подписывайтесь обязательно. Здесь часто и Наташа у нас поет, и много еще кто-то поет. Ну, вообще, в принципе, в инстаграме много чего интересного. Сейчас ссылка появится у вас на экране, где-то здесь. Перейдем к сути нашего видео. Не смог не прорекламировать свой инстаграм. В общем, ребята, вообще супер молодцы. Сделали за меня всю работу. Составили контент-план прямо на телефоне. И сейчас последовательно. Я их вообще не участвовал в этом контент-плане. В общем, они сделали все за меня. Кто вообще про меня узнал? Кто-то на YouTube видео какое-то посмотрел? Давайте вообще начнем с этого, наверное. Ну, начнем с того, что да. Сейчас все переходят в YouTube. Я наткнулся. Мы с женой долго думали по поводу того, куда переехать. Смотрели Италию, Испанию, Черногорию. Ну, в общем, все вот эти южные страны, включая Кипр, Грецию. И жена у меня очень хотела жить в Европе. Потому что Шенген, там, европейское образование детям. А меня всегда манила Турция. Нравится мне турецкое вот это вот гостеприимство. Ага. А ты уже бывал, да, то есть в Алании до этого? Я не только в Алании бывал. Я здесь и работал, там, 19 лет аниматором. Вот. Ну, и в целом, Турция же, если куда-то надо съездить, и очень быстро, и надо думать, это пошел бы поехал. Вот. Ну, да, и так что-то пал жребий на Турцию. Начали смотреть разные YouTube-ролики. И вот наткнулись как раз на твой канал. Ну, а там пошло-поехало, ну, понравилась подача, и вообще в целом, ну, то есть жизнь, ты рассказываешь же, интересно. Ага. Радмир, и такой говорит, у меня есть деньги, не знаю, куда вложить. А Радмир твой родственник же, да? Радмир, это брат моей жены. Ага. Да, я тебя и посмотрю, и вижу, и мне так понравится, я здесь останусь. Да, он пока работает у себя, там, на Северах, зарабатывает неплохо. Женя уже собрался через месяц к нам уже сюда переезжать. Прям с машиной, с ребенком, с женой. В общем, уже на ПНЗ. Да, кстати, ребят, все, у кого дети есть, вы не переживайте, не бойтесь, сюда можно абсолютно нормально переезжать. У меня ребенку месяц исполнился буквально, вот там, 16 августа. Вот, мы тоже сильно переживали, хотели ждать, там, 4-х месячного возраста, и потом уже нормально, стабильно, спокойно переехать. Но что-то подтолкнуло нас, наверное, плохая погода в России подтолкнула нас. Даже летом ведь тоже дождей, холодно, ребенок заболел. И вот мы и решили сюда переехать. Да, кстати, есть проблема с перевозом автомобиля, но я думаю, что она довольно решаемая. Ну, Грузия, потому что, да, закрыта пока, как я ехал тот маршрут. Ну, Женя сейчас по другому маршруту поедет, еще обещал видео нам снять, поэтому, как приедет, все расскажет. Опять же, да, на канал нам все расскажешь, как ехал, кстати. Да, нет, я уже твоей семьей полностью снять. Я стараюсь снять, это будет путешествие через другую сторону, через Украину. Там еще будет проблема с пересечением границ, но, в общем, это будет интересно. Паромчики у тебя будут, в общем, интересно. Это будет паром, да. Короче, Женя, потом снимем у тебя, да, интервью возьмем, ты уже будешь с семьей сидеть здесь. Может, ты и не здесь, ну, в Алании точно. Через месяц. В общем, вернемся, да. Радмиру ты говоришь, есть Никита. Да, я Радмиру говорю, я говорю, есть Никита. Он такой, а ты знаешь этого Никиту? Я говорю, знаю, блин, как своего брата. А ты его хоть раз видел? Я говорю, видел. Он такой, нет, вживую. Я говорю, вживую, не видел. Но, говорю, такое ощущение, что общаемся давно. Ну, и вот, и так как Радмир немножечко, ну, такой человек с критическим мышлением, подозревакой, вот он такой, нет, давай-ка я тут еще одного риэлтора. Это наша какая-то родственница, которая, знаете, у каждого есть родственница, которая в какой-то момент куда-то переезжает и может решить все вопросы ваши. Вот, такая родственница нарисовалась. Он такой, я говорю, наверное, я буду работать с ней. Я говорю, слушай, давай ты попробуй и с ней, и с Никитой, и там уже сам сделаешь какие-то выводы. Собственно, так и произошло. Мы сюда прилетаем. Первый день. Только самолет, и вот за ним Никите. Кстати, надо сказать, что день у нас здесь начался довольно поздно. Ну, во сколько, сказать, здесь часа в три, наверное. Да, где-то так, ага. Да, то есть три часа, и важное уточнение, вот с трех часов до шести, в шесть часов мы уже знали полную информацию о всех объектах, которые Радмир может себе позволить купить в Алане. То есть это очень важная информация, и дальше поймете почему. Никита провез нас там, ну, завез в свой офис, угостил, кстати, кофе, показал все варианты, поехали, посмотрели, составили полное впечатление, и дальше Никита нас уже развлекал, знаете, в прекрасной солнечной Алане в данном заведении. Да, ну, смотрите, давай, наверное, немного подробнее, просто, как я работаю. Просто с ребятами приехали в офис, да, открыли всю базу недвижимости, ну, в принципе, как мы делаем, подборки, да, сейчас на себя чуть-чуть переведу. Я немного не выспавшийся, но ничего. Просто, да, делаю я подборки, открываю всю базу, нашу внутреннюю, да, вот эту, грубо говоря, там, в кавычках, бухгалтерию, и ребятам показываю, вот ваш бюджет, спрашиваю, какая цель покупки, он говорит, ну, ради инвестиций. То есть мы понимаем, что это нужно покупать в строящемся доме, да, что когда он достроится, это, очевидно, квартира будет стоить дороже. Мы выбираем строящиеся варианты, мы выбираем бюджет, мы выбираем районы, в которых будет легко потом продать. Соответственно, мы не берем сразу Авсаллар, потому что фиг продаж эту квартиру. Мы берем Махмудлар, Оба, Кистель, ну, вот такие районы центральные, которые пользуются максимальной популярностью у наших покупателей. Ну, и все, собственно, там осталось, наверное, варианта три. А, ну, вариантов шесть, да, было? Да, находясь в квартире. Мы их посмотрели, да, на ноутбуке. Проходясь в офисе, мы сразу посмотрели через проектор и все поняли. Там было все наглядно, очевидно, видно, что уже из шести мы отсекли три, и мы уже понимали, что вот по этим трем нам предстоит съездить и понять. Вот, для того, чтобы понять, как построится дом, который вот мы выбрали, мы съездили уже на готовящийся такой же объект. Да, мы, кстати, надо сразу сказать, наверное, чтобы понятно было, что мы выбрали от нашего застройщика, от Stay Property, Exodus Oba. Мы вначале поехали в Махмудлар, у нас уже готовый объект, Exodus Mahmudlar, который называется. Ребята такие, о-о-о, а-а-а, ну, реально, классный, получился объект, достойный. И, собственно, Exodus Oba будет даже, наверное, еще получше, потому что там территория чуть побольше, чуть-чуть помасштабнее он. Вот, ну и ребята, в общем, влюбились, наверное, в такую недвижимость. Ну, мы смеялись очень много, сравнивали с нашей российской, да, недвижимостью. Нам не надо было что-то придумывать, гадать. Мы пришли, увидели и смотрели, как это было. Ну, уже готовое, да, как будет выглядеть, все понятно стало. Слушайте, вот здесь у нас в отеле, допустим, нет-нет, люди спрашивают наш... Человек, человек в отпуске, видите. Я в отпуске. Я не за рулем, я в отпуске. Одиннадцать утра. Так. И у нас в отеле люди спрашивают, ну, то есть узнали, что Радмир купил квартиру. Начинают спрашивать, а что, сколько стоит, туда-сюда. Мы такие, а бюджет, надо сказать, по турецким меркам не сильно большой был у Радмир. Ну, там, типа, 43 тысячи у нас было евро. Три с половиной миллиона, да, если на рубли переводить. Три с половиной миллиона, и у людей глаза становятся круглые, типа, что ж так дорого там, туда-сюда. Да, и ты начинаешь спрашивать, а сколько стоит квартира в вашем городе? Там семейная пара из Сызрани. Ага. Как вы понимали, Сызрани 250 тысяч населения, это север России. Вот. Они говорят, ну, примерно там 4-5 миллионов однокомнатная квартира. Ну, то есть, я не понимаю, какими категориями мыслят люди российского, российские закалки. То есть, типа, 4-5 миллионов в Сызрани, это, типа, нормально. А три с половиной миллиона в Аланье, когда у тебя море рядом. Когда у тебя инфраструктура, там, бассейны, хамамы, сауны в доме. Ты начинаешь им говорить, что там есть еще бассейн, у тебя сауна, хамамы. Они такие, а, ну, да, типа, ну, как будто я сказал, что у тебя есть входная дверь, понял, и лестница за квартиру. Причем, еще квартиры с ремонтом, а у нас черновые все сдают в России. Ну, то есть, люди вот почему-то так реагируют, ну, абсолютно непонятно. Им кажется, что это дорого. Ребят, это недорого. Ну, правда. То есть, если смотреть даже по рынку Уфы, ну, в Уфе за 3,5 миллиона, ну, во-первых, квадратура 100% будет не такая. Во-вторых, это будет отшиб города, ну, к бабушке не ходи. И, кстати, у этой бабушки, скорее всего, и ты будешь покупать квартиру. Ровно с таким же ремонтом. Поэтому нет. Нет, здорово. Мы вот ни разу не пожалели. Вот я убедился в правильности своего решения переезда сюда, а Радмир убедился в правильности решения покупки квартиры здесь в качестве инвестиций. В общем, давайте, да, вернемся. Как все было? Вы, получается, за, наверное, 3 часа вообще все, в принципе, сделали выбор. Все было. Ну, в принципе, да. Я думаю, даже за 2. Ну, то есть, там, да, минус дорога, минус там какие-то... Но Радмир, в общем, как любой человек, как, ну, не знаю, ему надо было убедиться, убедиться. И на следующий день я говорю, я сейчас приеду, а Женя говорит, так он уже все, с другим риэлтором изменяет мне. У тебя там стоит вот этот вот шильдик 18+, нет? Ты хочешь смадериться, да смадерись? Нет, у меня пиво. А, ну, у меня стоит видео, а не для детей, да? Так, ну и что, на следующий день, я не знаю, просто с вами не видел. Ну, на следующий день мы, естественно, едем с, ну, с родственницей, Радмира. Ну, и все. И здесь вот абсолютно типичная картина того, как работают риэлторы. Кстати, в России они работают примерно так же. Она нас забирает с самого утра. Я вот не зря, друзья, уточнил, что с Никитой мы потратили там, ну, 2-3 часа. И у нас был выбор очевиден, да, и понятие. Да, здесь нас забрали в 10 часов утра, и в 6 часов мы еще были, в 6 часов вечера мы еще были в машине, мы ехали в сторону нашего отеля. То есть, представляете, мы потратили... 8 часов. Да, 8 часов. 8 часов, и мы посмотрели, по большому счету, только один объект, который был в нашем ценовом диапазоне, в нашем. И то, что плюс-минус подходило нам, но стопудово, нерентабельно, с точки зрения, купил-продал. То есть, если делать сухой средств, то вообще ни одного объекта, да, ну, выходит, что так. Вам показывали, что там, за 60, за 105, за 75? Ну, так, да, то есть, это стандартная картина, там, тебе показывают в начале квартиру самую дешевую, которая в твоем сегменте. И такие говорят, слушай, вот эта квартира, конечно, неплохая, но тебе нужно немножечко добавить, и мы тебе сейчас покажем квартиры, которые вот 100% тебе понравятся. И все, и вот оно поехало, и ему уже там через три квартиры уже смотрели за 65, хотя у нас было 40, да, 65 тысяч евро. И закончился день там 75 и 105 там вот была квартира. Ну, я просто не понимаю, зачем это нужно, возить там людей, мучить их целыми днями. И это при условии, что мы смотрели в этот день только вторичку, и она сказала, а завтра у нас будет с вами суперкрутой день, и мы поедем смотреть новостройки. Или, ну, что там, строящиеся жизни. Мы вообще из Махмутлара никуда не уезжали. То есть, мало того, что она сказала, что оба там не стоит смотреть, но она, ну, открыто она сказала, оба говно. То есть, типа, рулит только Махмутлар, все, то есть, в Махмутларе смотрим, никуда из Махмутлара не уезжаем. Здесь, типа, больницы, школы, университеты, все рестораны в Махмутларе, короче, ну. Блин, Махмутлар центр вселенной, ну, честно, по ее словам. И когда мы начали, у нее спрашивали, ну, а как же там, типа, Кистель, Тосмур, оба, ну, не знаю, там, что там дальше, Крагаджак, когда-нибудь, ну, нет, вы что? Я, значит, это вот, это типичное цыганское поведение. Она, значит, сказала, слушайте только меня. Я здесь все знаю, все рулю, короче. Слушайте только меня и Московская радио. Держитесь меня, держитесь меня, да, и у вас все будет в жизни хорошо. Ну, вот такая вот позиция. Вам еще показывали квартиру по срочной продаже, сказали, сейчас вы ее купите, завтра ее плюс 10, да, там, плюс 8 тысяч сразу продадите. Ну, да, я ее покупаю и ее сразу же успевают на следующий день на продажу. Женя? Да, но эта женщина, эта женщина не знала о том, что я в марте приезжал и смотрел квартиру, ну, просто у меня такой тур был, я приезжал смотреть квартиры, и я в марте эту квартиру видел. Ага, по срочной цене, да? Ну, то есть в этом же доме, эту же квартиру, которая выходит окнами на соседний дом, то есть там нету вида ни гор, ни моря, ничего. То есть там просто ты видишь соседний дом, и она стоила дороже в марте. Ну, то есть там, по-моему, ну, тысяча на три, может, дороже, по ощущениям, я точно цифру не помню. Тысяча на три дороже. И тут мы приезжаем, мы заходим в эту же квартиру, и мы подъезжаем к дому, и я говорю, Радмир, я знаю, в какую квартиру мы пойдем. Ну, и все, и мы поднимаемся, и я такой, ну, все понятно, короче, с вами. Короче, в конце Женя уже не ходил даже с ними. Я в конце уже сказал, я говорю, слушайте, может, мы поедем домой, и вот здесь очень важно, если риэлтор не отпускает вас домой, начинает агрессивно вам что-то продавать и пытаться, ну, впихнуть, вам нужно бежать от этого риэлтора, потому что у риэлтора абсолютно четко потребительское отношение к вам. Что не сказать, кстати, о Никите, да, сегодня у нас такая хвала, хвала Никите, но на самом деле это идет оценка, оценка человека, во-первых, да, как он работает, вот это мы. Ладно, ладно, что было на следующий день, рассказывайте. На следующий день он остался, я поехал с ним. Женя уже вообще не поехал, да? Да, мне все понятно было еще в первый день. Я просто поехал, исходя из того, что она, хотел быть, наверное, солидарен, быть с ней, хотел хоть какое-то время еще, ну, побыть. Вот ты делаешь ту же ошибку, что и в отношениях, знаешь, что ты, как бы, вроде хочешь быть солидарен с ней, еще хочешь немного побыть, а тем самым только больше мучаешь ее. Да, даешь надежду. Небольшая отсылочка. Ладно. Тем самым, и мы опять же возвращаемся к этим квартирам, и мне вот прям просто доставляют перед каким-то выбором, типа, вот она вот сейчас, если нет, то все. А то есть ты поехал в те же самые квартиры? Да. Вот второй день. Вот просто это исходя из того, что... Блин, серьезно? Вот тебе два выбора решают. А стройка же должна была быть? Я этого не знал, я этого не знал. А ты стройку-то в итоге смотрел? Мы не дошли даже. А, то есть мы не дошли еще до стройки. И я понимаю, что меня опять к этим возвращают и говорят, вот цена, все забирают. Вот, в итоге... Ну вот, ребят, вот послушайте, извини. Они уехали в 10 часов, да? Да. Ты приехал в час, и то после того, как я уже, ну, знаете, такой... А ты уже риелтору, да? Я уже риелтору позвонил, и у нас такой не самый приятный диалог в ее жизни был. Кстати, да, спасибо, что вытянул. Это было бы за три часа... Видите, хват какая у риелтора, надо аж его спасать. Да, за три часа человек ничего не успел показать. То есть, по сути, продублировал информацию, которую дал в прошлый день. Да. И я еще раз повторяю, что за три часа с Никитой мы посмотрели все, что вообще нужно было. Сейчас тут немножечко в контент-план наш заглянем. Ага. Немножко отошли от него. Да, значит, дальнейшее общение с Никитой до заключения договора. Значит, это очень тоже важно. Никита нам ничего не навязывал. И тут сейчас, если он камеру уберет, там человек со стволом стоит. Никита нам ничего не навязывал, он просто спрашивал, ребят, что, как вы там, как себя чувствуете? Риелтор с другой стороны звонила каждый день. В день по нескурок. Глянь, по 20 пропущенных звонков было, да, от нее? Да. И она там постоянно, что, вы выбрали, где деньги, куда там, как, сейчас квартира уйдет, нужно там еще одну покупать, там, давайте, давайте, крутитесь, вертитесь. Там прям было давление, да. Ну и дальше все, то есть мы говорим Никите о том, что да, мы все решили заключаться. Приехали в офис, кстати, офис шикарный. Давайте начнем про офис. Потому что, в первую очередь, Никита нас привел в офис, он покажет, где он работает вообще, что такое. А у нас та риелтор, в первую очередь, начала возить по каким-то объектам. Да не было у него и офиса просто. И офиса, и вообще не понятно, где человек работает, с кем работает. Ага. Вот, и как работает, тоже непонятно. Ну и все, и приезжаем мы в офис, начинаем заключать договоры. И что самое главное, да, на нас, даже вот в момент заключения договора, на нас не оказывалось никакого давления. То есть мы постоянно в каком-то лайтовом режиме. То есть вы представляете же, что такое для среднего россиянина 3,5 миллиона. Ну то есть это довольно серьезная сумма. И решение, которое ты принимаешь по тому, как их потратить, это тоже серьезное решение. И оно все проходит в таком режиме лайта. То есть это такое, на чиле. Ну я бы мог давить на вас, типа давай, давай, там заключай. Но я уже по опыту знаю, человек, если принимает решение в таком состоянии, через, на следующий день он может сказать, воу, я там в состоянии эффекта, грубо говоря, был. Я уже там все попередумал, ночь поспал. Поэтому, ну в принципе, зачем это все надо делать. Вы спокойненько поняли для себя, да, что вы реально в какие-то сроки сможете это оплатить. Потом, мы же вам еще скидочку сделали. Да, причем неплохую. Причем неплохую. И, друзья, в евро она может звучить не так внушительно, но если переводить на российские рубли, это довольно большая сумма. В общем, за... 170-180 тысяч. За полную, да, оплату, то есть, потому что ребята сразу оплатили, я у нашего застройщика скидку сделал 2 тысячи евро. 42 стоила квартира, мы ее забрали за 40. Квартира 1 плюс 1, это район оба, вид на горы, шикарный вид. Супер вид. Там никакие дом в дом. Причем оба, да, если вам будет говорить, что оба фигня. Ну, ребят, у меня много, наверное, подписчиков, которые здесь бывали, которые прекрасно понимают, что такое оба, что такое махнутлар. Я ни в коем случае не хочу сказать, что махнутлар это плохо. Махнутлар это тоже классно, но оба район, во-первых, подороже, во-вторых, махнутлар это плотное многоэтажное строительство. Оба это все-таки более такие комплексы, малоэтажные и более богатые там, что ли. Здесь в основном европейцы у нас оба, расстояние больше, да. Ну, то есть чуть-чуть такой поинтереснее район, побогаче, что ли. Не знаю, как его правильно назвать, но я думаю, приедете, сами все поймете. Так, что там у нас дальше? Дальше. А, ну вот предоставление скидки, атмосфера, да, мы правильно сказали. И получение договора, слушайте, ну, это прям отдельная история. Я просто дизайнер по профессии. И когда нам принесли договор в тубусе, знаете, такой тубус черный. На нем логотип, на нем логотип Stay Property. И у меня первая идея была, да, тоже, что там, значит, бутылочка вина там или еще что-то там стоит. И он такие говорит, это ваш договор. Представляете, то есть мы открываем, и там лежит свернутый в этом тубусе, значит, как вот чертежи, инженерная графика, там у тебя лежит договор. Но это просто уважение к клиенту, подход к продаже абсолютно точно плюс 10 к любви Stay Property. И к Никите. Так, ну и там последний пункт у нас, да, звучит пункт так, я сейчас его зачитаю, а потом расскажу. Переход из категории клиент-риэлтор в категорию друзья. Значит, это тоже очень важно. Когда мы ходили с той женщиной-риэлтором, да, мы тут раскрыли гендерную особенность человека. При этот, как он, не особенность-то, а принадлежность. Да, сейчас феминистки набегут сюда, значит, эта женщина совершенно точно не стала бы нам другом. Потому что отношение у нее изначально было такое, чтобы просто что-то у нее купили. Мы и уехали куда-нибудь, и желательно больше ее не трогали. С Никитой история совершенно другая. Никита каждый день нам звонил, ну чего, пацаны, там, давайте, где-нибудь там задудим. Что там, почему вы такие грустные, давайте, давайте. Причем Никите не важно было, купим мы у него квартиру или нет. Просто, типа, классные люди, поход с вами общаться, все, давайте. Ну, это потому что они тоже классные, не думайте, что я со всеми так. Давайте, если начались комплименты, давайте я вам тоже скажу. Вы тоже классные ребята. Ты должен сейчас сказать конкретно ты, бу-бу-зу-катай, что ты делай. Вот, еще добавлю, что Никита, он работает с недвижимостью в классе повыше. Поэтому мне было как-то приятно, что за те деньги, которые мы хотим купить, он возится с нами. Вот, изначально был, думаю, ну, человек просто там постоянно на звонках. И он в какой-то момент эти звонки убрал, и просто мы, как друзья, проводили время. Не было такого, что он хотел хвататься за все и сразу. Вот за это тебе большое спасибо. Ну, вы знаете, как обычно, когда вы сидите на каком-то корпоративе, и у вас такое, вы, типа, припили. Вы сидите, и такой, Никита, ничего, ничего, давайте это, типа, соглашайтесь, там, вариант-то нормальный, там. Нет, даже такого не было, то есть, это же вообще удивительно. Человеку вообще все равно, купите вы или нет. Откуда, на чем ты зарабатываешь, Никита, скажи нам. В общем, друзья, да, у меня уже вот такая вот улыбка не сходится в виде улета. Ребята захвалили. Спасибо им, спасибо ребятам. Ребята тоже классные. Наверное, на этом, что, видео будем заканчивать. Размира поздравим с новой квартирой в Алане. Женя скоро тоже присоединится здесь через месяц, да, уже будет здесь жить. Переезжает сюда, круто. Поедет сюда на машине, потом возьмем у него интервью, тоже будет интересно. Кстати, повод подписаться, да, чтобы потом рассказывать. Да, Женя, кстати, тоже, да, такой довольно-таки харизматичный, тоже ему можно канал свой заводить. Мы можем вообще вместе, кстати, работать. Заметили, что в последнее время я один не снимаю, мне скучно. Скучно, мне уже, ну, немножечко рутина, это чуть-чуть поднадоело. Ладно, друзья, закончим на хорошей ноте. Всем пока, друзья, обязательно обращайтесь, кто хочет купить квартиру здесь, в Алане, обязательно поможем. Что там еще? Подписывайтесь и ставьте лайк. Подписывайтесь обязательно, ребятам, ставьте лайк. Всем пока, увидимся в Алане.